Да, действительно, это аппарат биологической обратной связи. Я продолжаю рассказывать о его психотерапевтическом применении. Вот я простой человек, вот на меня это одевают, и швею. Точно, на тебя одевают, и это, я обычно задаю вопрос, но сейчас мы сделаем это проще. Это похоже на детектор лжи, и технически это действительно аналог детектора лжи. Он также сам осчитывает физиологические параметры волнения, стресса, ну и в соответствии спокойствия. Сейчас начну снова. И научает нас саморегуляции. С помощью чего? С помощью чего регулироваться? С помощью чего ты должен регулироваться, правильно понимаю? Мне интереснее, чтобы ты сам находил свои способы, возможно, даже не намеренно. Ну, то есть, ты видишь, что там происходит, вот у тебя задача, вот у тебя состояние, то, с чего ты начал, оно обозначается жёлтым. А я предлагаю тебе изменить своё состояние так, чтобы ты расслабился. Для начала, я предлагаю, поищи свой способ. И чтобы в ответ твоё тело среагировало на это, как будто бы ты чувствуешь себя уютно, как дома. И тогда, когда ты почувствуешься более расслабленным, цвет перейдёт, о, прекрасно. Вот ты поправил немножко, расслабил руки, вот мы видим зелёный цвет. Пользуешься ли ты чем-то ещё, кроме того, чтобы сесть поудобнее и расслабиться, я не знаю. Я приглашаю сначала людей самих найти свой ключ. Ну, я считаю это более ценным. Если уже дуниф... О, глубоко синий, это наша задача. Вот, и я вижу, как замерла твоя голова, твой взгляд. Наверное, ты что-то там делаешь, чтобы это получилось. Вот, что, сосредоточить. И снова светло-голубой, это немножечко выше, да. Синий, это самое глубокое погружение, голубой, это немножко выше. И вот мы двигаемся сверху, да, от жёлтого к зелёному, голубому к синим. И иногда нас выносят чуть-чуть обратно, выше, это нормально. Вот, и в данном случае мы говорим о том, что это тренажёр, который научает нам быстро расслабляться. Причём на практике и профессионалы, и любители, и люди из спорта, и из военных сфер, и из духовных практик говорят о том, что это очень быстро научает расслабляться. Намного быстрее, чем ты сам о себе знаешь. Обратная связь от тела. Да, сразу видишь, что работает, что нет. То есть человек пробует сам внутри, да? Да, да, да. Хочет дыхание, хочет мысление, хочет что угодно. Вот фишок себе рассказывает. Да, то есть я сторонник того, чтобы человек сам себе нашёл. А лучше даже ничего специальное делая, вот как вот дети часто им ставишь, говоришь, вот жёлтое, сделай синее. Синее будет, когда ты почувствуешь себя лучше, уверенней, спокойней. Ну, я голосом намекаю, что такое разница между, как я только что, спокойней. А, понятно, это что-то про спокойствие. Ну, вот и всё. И каждый может найти свой ключик. И в данном случае, вот я говорю про детей, да? Они часто просто делают и всё. Взрослым там нужно часто инструкцию. Если совсем не получается, то тогда я уже говорю, там, представь себе своё тело, представь себя в приятном месте, там, или там, вообрази что-нибудь, что тебя радует, воспоминания приятные, или текст какой-то. У каждого свой может ключик найтись. Ну, раз у тебя срабатывает и без лишних костылей, чего, собственно, мне туда переть? Значит, пробую сделать то, что я сделал на том, на синем. Ага. И уже теперь нужно что-то новое. Ну, его нету. И ты ищешь новый ключик. Ну, то есть, получается, это как бы, даже если я нашёл какой-то ключик, в какой-то момент он может не сработать. Он может не сработать в другой момент. Это да. Этот момент, кстати, я вот не упоминал в наших презентациях. Ну, сегодня упомянёшь, но это важно. Значит, я говорил, что пока мы тренируемся, мы находим какой-то ключ, как расслабляться. Но, по большому счёту, именно ключи, которые помогают в рабочих ситуациях, они появляются, когда уже мы много тренировались, и именно там, где разброс намного больше. То есть, ну как, вот уровень сложности. В этих программах мы выставляем уровень сложности. Сначала я ставлю так, чтобы у человека получилось, и он почувствовал эффект. Всё равно эффект. Я думаю, что чувствуется. Мне по телу со стороны видно, как меняется там лицо, немножко оживает, поза и так далее. Я так понимаю, что внутри оно чувствуется. Это смягчение, успокоение. И человек почувствовал. Потом мы чуть-чуть расширяем вот этот диапазон, усиливаем разброс состояния. Ну, в смысле, что здесь нужно расслабиться с, грубо говоря, да, с 5 до 3, то в следующей игре до 4, потом до 5. И вот, когда мы работаем уже на таком достаточно большом разбросе, на усложненных играх, тогда мы находим ключ, который работает, ну, как бы, универсально. Причем оказывается, что может быть сработало там, ну, кто-то говорит, почувствовал воображение. Я воображал картинку, и вот оно получилось. А оказывается, что сработала не столько сама картинка, сколько вот какое-то телесное ощущение. Когда ты воображал, у тебя тепло было в сердце, это пробуешь, ага, не в картинке дело, а в ощущении. Ты пробуешь ощущение, о, о, есть, 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 ага, хорошо. И ты чувствуешь, о, что-то не получается, напряжение в затылке. О, я поймал, что помогает и что мешает. Вот, к примеру, да, там, я ориентируюсь. То есть, не то, что тепло, замечательно. Ну, такое волнообразное такое, да, так получается. Ну, как, система такая внутри волнообразная, это нормально. Но еще интереснее то, что ты можешь, вот, замечая это, возвращать себя, возвращать, возвращать себя. А вот это нижняя шкала, это что? Нижняя шкала, сопротивление кожи. Сопротивление кожи, когда мы расслаблены, спокойны, наша кожа проводит по-другому ток. То есть, как только человек волнуется, вот это вот используют почти во всех детекторах лжи. Это работает моментально. Самая быстрая перемена. Ей очень трудно управлять. Намеренно управлять, то есть, сейчас мы можем научиться намеренно управлять, но с точки зрения, там, полиграфолога, ну, детектор лжи, специалиста по детектору лжи, но если тебе задают неожиданный вопрос, ты все равно не сумеешь это, ну, как бы так удерживать. Ты можешь держать покер-фейс, вот это вот покерное лицо, ты можешь все это, но это взлетит сразу, если там точно попадут в цель. И в соответствии, научившись расслабляться на этом уровне, мы как снижаем тонус ситуации. Когда оно вверх идет, это выделение? Это возбуждение, это проводимость меньше. Чем выше, тем возбудимее. Человек переживает. Да, да, да. И чем ниже, тем расслабленнее. И вот мы пристреливаемся и учимся расслабиться. Если бы мы йогу посадили за этот аппарат, то у него бы синий было бы, да? А, ты вот, кстати, спасибо, ты упомянул очень важный компонент. Значит, он не сравнивает людей друг между другом, а сравнивает тебя с собой. Цель не какое-то универсальное число, типа температура, а цель такая, можешь ли ты изменить то, что есть. То есть и у тебя, и у йога вначале будут желтым цветом. Да, да, да. Но сможешь ли ты перейти от желтого к синему? Вот это уже вопрос. Хотя он работает не только на расслабление, но и на работоспособность, на умение удерживать тонус достаточно долго. Ну, это тоже часто нужно. Ты устал, ты утомлен, ты не высыпался долго, а учитывая вашу специфику работы, тебе придется еще работать много. И нужно как-то тело приучить своего ослика. Оно говорит, я хочу спать, и мне все, а ты говоришь, надо работать. И сейчас другого выхода нет. И игнорируя все философские, там, мировоззрительные вопросы на эту тему, иногда это нужно. И мы приучаем тело выдерживать это и поднимать свой тонус, когда уже, ну все, силы иссякли. Перейти в это рабочее состояние, удерживать его довольно долго. И мы можем упомянуть, важно, я уже говорил про применение в связи со страхами, с тревогами, паническими атаками, об этом я еще больше расскажу на каждую тему. Важно упомянуть о депрессии и разного рода от, скажем так, житейской депрессии, ну как некий конфликт, который трудно разрешить, и человек подавлен в связи с этим, вплоть до клинической депрессии, которая может быть связана как с генетикой, так и с органическими нарушениями, ну, с физиологией. Так или иначе, депрессия, подавленность отражена в большей степени в теле и в меньшей степени, ну, в том, как мы мыслим в нашем мировоззрении. Намного труднее повлиять на наше мировоззрение, но телесный компонент, как оказывается, в общем-то, вполне возможно на него повлиять. И в депрессии, понятное дело, гормональное состояние, физиологическое состояние принципиально отличается. Внешне это видно. В человеках соответствующей депрессии, скорее всего, подавленная поза, подавленное дыхание, подавленная мимика и пантомимика, взгляд. И в соответствии, представляете себе, сколько физического напряжения, если вы обратите внимание на напряженный затылок, шею, лицо, сколько именно вот этих вот мышечных напрягов связано с этим состоянием. Это видно, это можно прощупать. И понятное дело, слово депрессия, это подавленность. Депресс. Подавленность, совершенно очевидно, отражает физиологию. И в соответствии, а с чего это, а внутри еще немножко глубже, мы понимаем, что это избыточная работа или недостаточная работа гормональной системы. Гормонов стресса немножко больше, чем нужно. Гормонов радости немножко меньше, чем нужно. Гормон нежности, окситоцин вообще редкий гость. Ты посему. И все, что происходит, нас может в лучшем случае раздражать, и это еще хорошо. Знаете, да, традиционную, старую традицию работа с депрессивными, депрессия, подавленная агрессия, они просто злили своих клиентов, пока у них не заблестят глаза. Но да. А, это про то, что это в лучшем случае. Так вот, это физиология. В соответствии, и сердце бьется, и дыхание в соответствии с депрессивным состоянием. И мы даем этот опыт, мы провоцируем этот опыт, когда человек хоть на 5 минут вдруг чувствует себя по-другому. То, что не соответствует его депрессии. Расслабление. Чаще всего, почти всегда, несмотря на то, что депрессивный, особенно апатичный человек, кажется вялым, отрешенным, вы можете обнаружить, что многие мышцы у них просто перенапряжены. Вот то, что в затылке, в плечах. Да, можно прощупать. И мышцы, которые, казалось бы, дыхание слабенькое, но это связано с подавленными мышцами, не пускающими. И мы через вот эту практику помогаем оживить это хорошее, приятное состояние и говорим, ты же чувствуешь это, ты можешь выйти из этого состояния, почувствовать себя лучше. И через некоторое время, когда мы регулярно практикуем, тело вдруг перестает, прерывает вот этот вот цикл возвращения в депрессию, депрессивные мысли, депрессивные состояния, депрессивное тело, мы его прерываем иногда и чувствуем себя хорошо. И он уже не так хорошо катится, и при разных, как это, терапевтическом воздействии с разных сторон, человек уже иногда задумывается и может ответить, вовсе не обязательно быть депрессивным. Есть выход. Говорим мы в те моменты, но правда, когда мы в синий. Вот я вам немножко про модель, да. Нет смысла говорить о том, что мир прекрасен, и есть много возможностей, пока человек в желтом, поэтому для начала возвращаем тело в синий, а потом уже как бы ведем беседу. Это температура, да? Нет, нет, это сердцевиение. А, пульс. И вот она, баланс симпатики и парасимпатики. Возбуждение и рассмотрение. Я что-то старую музыку готовила. Да, бывает. Вот. Прикольно. Бывает, да? Ага. Ну, да, да. Ого. Ну, это я, честно говоря, попробовал один из элементов дыхания. Ага. Прикольно. Хотя он, по-иди, должен успокаивать вообще-то. Вот так мы и проверяли. Ну, вот разные методы. Некоторые методы, про дыхательные практики у меня много, и видео, и я тренинги делаю. Каждый метод под свою цель. Ну, если это метод действительно. Посему иногда мы путаем практику, которая предназначена для тренировки, с практикой, которая назначена, грубо говоря, для лечения. Или для успокоения прямо в момент. Ну, подбирать вот немножко так, немножко более корректно. Как любое лекарство. Сейчас я тоже пробую эту технологию. Причем, тут у нас нужно, конечно, калибровать, получается, может быть, расслабление связано с тем, что ты только что напрягался и наконец-то отпустил. Да, да, да. Тоже может быть. Да, кстати. Но вот это вот еще одна сторона, пока мы с этим практикуем, это хорошее поле, чтобы осваивать и понимать, что внутри. То есть даже люди вообще вне духовных практик, не из психологии, вот они делают некоторые упражнения, особенно с глубоким расслаблением, и они вдруг начинают, я вижу свои мысли, я прямо, вот как она пришла, как у меня тело среагировало, ну, как будто бы это, вот не знаю, месяцами практиковал какие-нибудь медитативные практики. Я вижу их воздействие, как они действуют на меня. Ого! Очень хорошо. Синее идет потихоньку. Да, 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 и мы двигаемся к синему. Когда мы уже натренировались, что нам это дается легко, тогда можно уже и провоцировать, человек там расслабляется, он уже получает синий. В процессе, вспоминая, мы обсуждаем какие-то неприятные ситуации и пробуем, насколько человеку удается сохранить синий, даже вспоминая это. И снова возвращаться, возвращаться. Научаешь, что у каждой эмоции свой цвет. Да, все пройдет. Да, прикольно. Вот и возвращаемся к этому и та же самая идея, что ты можешь не быть и не застревать в этом. Что исключительно ценно, как идея, кроме депрессивных расстройств, еще и во всем, что связано с навязчивыми мыслями, состояниями, вредными привычками. и эта методика очень хорошо зарекомендовала себя с вредными привычками. И преимущество ее в том, что она помогает почувствовать, что это не с тобой что-то не так. Ты не испорченный человек. Это твоя система, ну как бы немножко разбалансирована. И вот смотри, ее можно настроить как инструмент музыкальный. Мы это можем сделать. Это... Ну ничего, пока что реакция не слишком интенсивная. Пока что голубенький. А вот здесь вот подскочило. Но частенько бывает от похожих ситуаций, что позже, ну как бы позже немножко. Остременная реакция тоже бывает. О! Уже просто я уже много раз это... Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Уже сколько раз это делали. Вот и здорово. Вот эта провокация удобна тем, что оно подскочило. Всякая для подготовки. А ты снова, а ты снова туда. Говоря о всем, что связано с навязчивыми мыслями, в деструктивном поведении, с зависимым поведением. Ну, алкоголики, наркоманы, люди, которые от пищи зависят. Ну, надо ли упоминать, в каком напряжении эти люди находятся постоянно. И многие и употребляют-то только для того, чтобы наконец-то просто почувствовать себя спокойно, расслабленно. Что-то не чувствовать ничего. Или вообще, блин, отключиться и не чувствовать наконец-то этот ужас. Как будто это маленькое самоубийство. Да, да, да. Я тоже так считаю, что это и есть самоубийство. То есть, как вы, я искренне спрашивал своих клиентов суицидальных, зачем вы это делали, зачем, почему вы хотите. Вот они говорят, что-то вроде того, что я от этого устал, я утомилась. От чего? и даже меня вот удивляло то, что ты что, действительно искренне воспринимаешь, что здесь тяжело, а там будет легче. Там будет еще тяжелее. Ой, я не хочу, да? Кто-то знает вообще. Но внутри, еще с момента рождения, в нас есть представление о том, что есть некий потерянный мир, в котором можно успокоиться, отсидеться, как утробы матери. Но это уже другая тема. Вот это возвращаемся сюда. Да-да-да, голубой и синий. Любое вот это навязчивое, все эти казанскразные проблемы, расстройства, да, эти навязчивые действия, навязчивые мысли, то есть паранойя. Навязчивые мысли это паранойя. Меня преследует, это ужас. Навязчивые действия, связанные с навязчивыми мыслями. Ну, не знаю, знакомы ли люди, которые, ну, многие из вас, наверное, выходя из дома, тоже начинают паранойить, что там кран не выключен, там еще что-то. Это как порядки нормы. А вот люди, которые целый день ходят отмывать микробов от рук, у них уже видно даже кожа на руках белесо-красное. Понимаете? То уже это уже проблема. Это реально мешает им нормально работать, нормально жить. Они в постоянном физическом эмоциональном напряжении, вы же понимаете. Туда же наркоманы, алкоголики, они торопливы и спешны. И те, кто лечат себя обжирательством, тоже, в общем, ну, как это, заедание. Это постоянное напряжение. И первый эффект, который помогает, хоть иногда расслабляться и доносить идею. Вся фабрика, фармакологическая фабрика в твоем теле. Ты можешь расслабиться. Тебе не обязательно реагировать так, реактивно. Ну, вот он расслабился, он думает, ну, это на момент, когда он себя контролирует. А он думает, а я вот приду домой, у меня же такого аппарата нет. Я же не знаю, расслабленный я или не расслабленный. Ну, понятное дело, не с одного раза, это вот другая уже сторона. И, кроме этого, у нас же есть и другие воздействия. Но параллельно мы тренируемся. И чем усваивают, что иной раз я могу расслабиться. И в этот раз я могу расслабиться. И через некоторое время вдруг человек начинает замечать. То есть он начинает возвращаться в тело, жить не так спешно, что ли, не так торопливо, не так суетливо. А это же видно даже, какое-то напряжение и суетливость вот этого спешности, проскакивающее поведение для всех упомянутых выше характерно. Ну, тот зависимость ОКР, абсцессивно-компульсивное расстройство, навязчивые мысли, навязчивое поведение. Вот ты знаешь, ну, на всякий случай. Вплоть до эмоциональных расстройств, связанных с перепадами, маниакально-депрессивных и так далее. Нарушение пищевых поведений. Вот это все, это напряжение и торопливость и спешность. Вот временами мы этот цикл останавливаем и мы даем почувствовать наконец-то, что в расслабленном теле бывает и так хорошо и спокойно. Мы обращаем на это внимание. Мы делаем то, что там в популярной психологии называют якорь, в традиционной психологии можно говорить условный рефлекс. Формируем условный рефлекс. Человек наконец-то в хорошем состоянии. мы соединяем это с воображаемой ситуацией, где там, где все неприятно. Ну, допустим, наркоман-алкоголик проходит через то место, где он обычно встречает или где там есть соблазн. И он уже... И где место там, где есть триггеры. И мы соединяем сначала в воображении весь этот путь с тем моментом, что в тот момент, как только у тебя начинается реакция, волнение это, затаивание, торопливость, и включается другая реакция, которая перекрывает. Тебе становится спокойно и хорошо. Это, конечно же, не с первого раза срабатывает. Другой эффект это то, что человек время от времени тренирующийся, лучше, конечно, регулярно, в течение нескольких недель в принципе становится не таким торопливым, не таким суетливым, не таким не сдержанным, а пульсивным. Но как-то оно балансирует. Верхняя система, вот этот верхний график как раз о том, что и сердце, а вслед за ним и вегетативная система, симпатическая, парасимпатическая, друг друга балансируют.